Ну, в прошлого столетия, город Ростов-на-Дону. В те годы мы приезжали на гастроли, ну, в такой большой город, как Ростов-на-Дону, ну, в неделю нам 2, 10, 14 дней, это был закон. Причем работали не залы даже, а дворцы спорта, стадионы открытые. Ну, естественно, две недели – это большой кусок, в общем, времени. Они устраивались так, находили какие-то занятия себе. Надо было есть, естественно, на гастролях. И поэтому начало кооперативного движения, кооперативные рестораны повезли меня в первый день после концерта ужинать в ресторанчик «Скиф». Такой был, простой. Вкусное такое, очень приятное место, которых было, в общем, достаточное количество. Но скрипач там был потрясающий, в этом ресторанчике. Он такой, мне было под 40, ему… Он был древний такой, лет 65-ти, наверное, 60-ти. И скрипачей я многих знаю, и великих, и лавухов. Но этот был особенный. Он пожилой такой, очень сухонький, небольшого роста. Старичок бегал седой, бегал между столиков. Играл здорово. Потом подсел, мы с ним познакомились. И потом каждый вечер в течение всего этого длительного времени после концерта я ездил в этот «Скиф». Мы ужинали, ели, пили и слушали этого скрипача, которого звали Соломон Телесин. А в народе его звали просто Моня. И я ему говорю где-то в последние дни, уже говорю, знаешь, Моня, я про тебя песню напишу. Ну, мы посмеялись. Я довольно быстро ее написал, потому что он мне влез в душу очень. На Западе эту песню подхватил Миша Шуфутинский. И лет 15, как минимум, Моня прожил в полной славе. Со всего русскоязычного мира приезжали люди в Ростов смотреть и слушать Соломона Телесина. Песня называется «Скрипач Аидыш Моня». Соломон Телесина. Соломон.